Минувшее пятилетие стало новой крупной вехой в героической летописи страны Советов. Как демонстрирует очередной съезд партии, ее сегодняшний день – это могучие производительные силы, которыми располагает наше общество. Это благо, которое реально дает развитой социализм советским людям. Это мир и покой, хранящие их. А все это – результат гениального коллективного разума, титанического труда, несгибаемой воли и непревзойденного организаторского таланта Коммунистической партии, ее боевого штаба Центрального комитета и Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле, социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Уже прошло более 30 лет с развала Советского Союза, однако сам факт существования данного государства не дает покоя многим исследователям. Что это вообще такое было? Неожиданно появившееся огромное социалистическое государство в капиталистическом мире также неожиданно всего через 70 лет растворилось в мировой истории. Этот факт позволил подтвердить одну из забытых социальных теорий 19 века, гласившую о поэтапной смене стадий развития общества. То есть начиная от рабовладельческого и заканчивая капиталистическим, все мы эти стадии знаем, там феодальное общество, рабовладельческое, капиталистическое. И на смену феодальному обществу приходит у нас капиталистическое общество. И по теории это такой объективный исторический процесс. Первобытный общинный строй, рабовладельческое общество, феодализм, капитализм, социализм. И вот Советский Союз – это было такое первое государство, которое было образовано по признаку, по смыслу своему, как социалистическое общество, которое было уничтожено капиталистическими государствами, так сказать, задавлено в зачатке. Последователи данной теории, в большинстве своем разделяющие коммунистические идеи, верят, что Советский Союз – это только первый опыт человечества на пути к социализму, считая переход к нему от капитализма объективным историческим процессом. Но, собственно, сам развал Советского Союза, прекращение его деятельности связывается с капиталистической контрреволюцией, которая взяла и вернула назад старые обычаи, старые устои. Давайте попробуем разобраться, действительно ли данная теория имеет право на существование и был ли крах СССР неизбежным. Действительно, из истории мы можем наблюдать постепенный переход общества от феодализма к капитализму, начавшийся примерно на рубеже 15 века и окончательно завершившийся в начале 20 века. Переход был ознаменован рядом буржуазных революций в европейских странах. Данные революции спонсировались и осуществлялись исключительно за счет нового класса – буржуазии, который, осознав себя и заявив о себе, бросил вызов феодальной элите, господствовавшей в те времена. Голландская, английская, французская революции были осуществлены только с одной целью – ограничить власть монарха и аристократии. Главный фронт революции проходил не на полях сражений, а в умах людей. Для борьбы с феодальной идеологией, основа которой была церковь, капитал спонсировал свою идеологию – просветительскую. Идеи просветителей – Лока, Руссо, Вольтера, Гоббса, Монтескея и многих других – перевернули сознание людей. Революционеры требовали упразднения сословий, всеобщего равенства, свободы и братства. Понимание того, что в отличие от церковных догматов, все люди равны от рождения, свободны, имеют право на защиту своей собственности, стало главной причиной развития революционных идей и последующего краха феодализма, либо к его значительному ограничению, как, например, в Англии или Швеции. Именно это позволило ученым в XIX веке сформировать стадиальную теорию развития общества, от первобытно-общинного класса к капитализму и задуматься о том, что будет после. В те времена, с появлением нового класса общества, рабочих, активно распространилась новая идеология – социализм. Ключевое отличие социализма заключается в отказе от частной собственности на средства производства, землю и природные ресурсы. Здесь не стоит путать с коммунизмом, где частная собственность отсутствует совсем. Таким образом, именно социализм в данной теории занял предположительную следующую стадию развития общества. В отличие от других европейских государств, в России сформировалась своя особая концепция общественного развития. Автором данной концепции был публицист-революционер Александр Иванович Герцен. Поскольку к середине XIX века Россия так и не перешла от феодализма к капитализму, Герцен утверждал, что у России свой особый путь развития, отличающийся от европейского. Россия по Герцену должна прийти к социализму в обход капитализма. Двигателем данного перехода должна была стать мудрая крестьянская община, интуитивно создавшая зачаток социалистического общества. Трудно не согласиться с Александром Ивановичем. К середине XIX века Россия была самым настоящим феодальным государством, где 5% общества были аристократами по праву рождения и жили за счет, а правильнее сказать эксплуатировали остальные 95% населения, живущих преимущественно крестьянскими общинами. Только дело здесь было совсем не в каком-то особом пути, а в закономерной экономической составляющей. В отличие от европейских, российские крестьяне не имели такой плодородной земли. Для примера, в Европе крестьянин, сажая один мешок зерна, мог собрать по итогу 6-7 мешков, два из которых он отдавал сеньору, один на новую рассаду и 3-4 мешка мог продать на рынке, в результате развивая капиталистические отношения. В России же все выглядело гораздо хуже. С каждого посаженного мешка можно было собрать только 3-4 мешка. С такой плодородностью земли о каких-либо зачатках капитализма говорить было бессмысленно. Задачей крестьянина было только выживание. И, как известно, выжить с большей вероятностью можно только живя в общине. Именно в этом и заключался феномен русской крестьянской общины. Таким образом, капитализм в России не получил своего развития исключительно из-за объективных экономических причин, что в результате привело к отставанию государства в промышленном развитии от европейских соседей. Выход из данной ситуации был только один – ограничение феодальных привилегий путем отмены крепостного права. И, как обычно это делается, в людском обществе был выбран наиболее невыгодный вариант для крестьянина и наиболее выгодный для господина. Как бы то ни было, к началу 20 века в России все же появился свой буржуазный класс, ознаменовавший переход страны к капитализму. Представителями данного класса стали Николай Александрович Фторов, промышленник и банкир, прозванный русским Морганом, братья Поляковы, железнодорожные магнаты, золотодобытчики и сахарные короли Гинсбурги, Морозовы, Нобели, Вагао и многие другие. Как было указано выше, следствием появления капитализма является его борьба с правящим феодальным классом. Осознав себя, капиталистический класс Российской империи не хотел быть сдержан феодальными предрассудками, а тем более подчиняться бездеятельной аристократии. Многие будут в удивлении, но огонь революции на самом деле-то разжигали именно капиталисты, поскольку даже если вспомнить революцию 1905 года, кто ее устроил? Ее-то устроили как раз таки капиталисты. Именно российская буржуазия спонсировала разнообразные революционные организации и партии, такие как РСДРП, СССРов, кадетов и многих других. Конечной целью в данном случае была организация буржуазной революции и ограничение, а еще лучше свержение опостылевшего самодержавия. Если зрителю покажутся данные слова абсурдом, то я ему посоветую прочесть знаменитую трилогию «Желания» Теодора Драйзера, рассказывающую о жизни чикагского магната Фрэнка Коупервуда и о его борьбе со своими конкурентами. Устраивали стачки, устраивали забастовки, то есть они боролись за власть. Их газеты, которые находились у каждого, были свои газеты, устраивали опалы на своих конкурентов, то есть заставляли выводить людей на улицы, развивали революционные мысли среди людей. Теодор Драйзер довольно подробно описывал способы чикагских дельцов в борьбе со своими конкурентами. В частности, они не то что не пренебрегали, а использовали как основное средство развития среди рабочих города социалистических и революционных идей. Выходы на демонстрации, стачки и забастовки, с целью не дать своим конкурентам выиграть выборы в городское самоуправление, которое ведет к полному захвату власти в городе. В один момент ситуация чуть не вышла из-под контроля, из-за разбушевавшихся рабочих демонстраций по всему городу. Те же средства использовали и российские магнаты в противоборстве с феодальной знатью. Именно они устроили первую революцию 1905-1907 годов, финансируя подпольные организации, которые распространяли социалистические идеи на их же заводах. Итогом революции стало формальное ограничение самодержавия Государственной Думой. У нас появилась Государственная Дума, которая фактически сдерживала самодержавие. Но противоборство не закончилось, и вплоть до 1917 года противоборство, как вы помните, царя с Государственной Думы продолжалось. И, собственно, фактически он накладывал вето на все решения Государственной Думы. Долго продолжаться такое не могло, и спустя 10 лет буржуазия вновь устроила революцию. Февральскую революцию 1917 года. На этот раз уже скинув царя и назначив временное правительство. Лишившись единого врага, капиталисты, как и пауки в банке, направили все усилия против друг друга. Настолько перегрызлись и передрались, что увлеклись этой борьбой уже между собой. И не смогли сдержать то, что сами и породили. Что привело к выходу ситуации из-под контроля и сбросу самого капиталистического класса в октябре 1917 года. Организации, которую он сам же и породил. РСДРП большевиков. Таким образом, революции начала 20 века и последующие образования СССР было следствием не объективного исторического процесса, трактуемого теорией перехода от капитализма к социализму, а следствием чрезмерной жадности, борьбы за власть, влияние и глупости самого капиталистическо-буржуазного класса. Хотя и здесь можно возразить. Возможно, именно эти действия капиталистов и есть уже заложенные в исторический процесс переменные, позволяющие осуществить переход к социализму. Что ж, для опровержения данного тезиса необходимо понять, что же это было за государство, такое СССР, и чем оно отличалось от других. И СССР не было социалистическим государством. СССР это настоящее капиталистическое государство в рамках одного большого мира. Об этом мало кто говорит. Потому что СССР это одна огромная государственная корпорация, которая держит просто всю территорию. То есть бизнес этой государственной корпорации, это все государство, и оно никому не разрешает больше заниматься предпринимательской деятельностью. А единственное, чем отличался СССР от других капиталистических государств, это запретом над предпринимательскую инициативу и запретом на иное политическое мнение. Собственно, все остальные запреты вытекали из обозначенных двух. И как любая хорошая корпорация, данная организация вынуждена была заботиться о своих людях, обеспечивая хорошие условия труда, мотивацию и отдых. Даже сейчас в российских корпорациях, к примеру, Росатом, сотрудникам предоставляют жилье и ипотечные кредиты от организации. СССР было ничем иным, как капиталистическим государством, по крайней мере использовало все институты капитализма, центральный банк, денежно-финансовую систему, торгово-спекулятивные отношения и зарплатно-работодательские отношения. Таким образом, образование СССР нельзя считать этапом перехода к социализму. Скорее, это переход к новому виду капитализма – государства-корпорации, о жизнеспособности которого мы поговорим чуть позже. Сейчас же уместно более подробно разобраться в теории стадиального развития общества. Чем отличаются рабовладельческое, феодальное и капиталистические государства друг от друга? По факту, рабовладельческое, феодальное общество и капиталистическое общество – это одно и то же общество. Фактически, это никакой не переход из одной политической системы в другую. Рабовладельческое общество – у нас есть элита, у нас есть рабы, которые работают на эту элиту. Рабы по признаку рождения, элита по признаку рождения. Рабы обязаны всю жизнь пахать на элиту. Феодальное общество – у нас есть элита в лице феодалов и дворянств, У нас есть крестьяне, которые работают на них. Феодалы по праву рождения, крестьяне по праву рождения. Переход из одного общества в другое невозможен. И капитализм. У нас есть элита в виде капиталистов, которые богатые, которые держат все средства производства, все имущество в государстве, основную массу, и основное население, основная масса населения, которая работает на капиталистов. Только в нашем случае, в отличие от крепостных крестьян и в отличие от рабов, закрепощение происходит путем кредитования. Загнание в ипотеки, вот в эти халупы, которые сейчас строятся с невероятной слышимостью, эти конструкторы лего, я их называю, которые строят, паривают население, там на 30 лет должен жить теперь всю жизнь, пахать за этот конструктор лего. Чем отличается рабовладельческий строй от феодального строя и от капиталистического? Да фактически ничем. Выходит, что общество не меняется. Во всех трех обозначенных типах государства есть элита-эксплуататоры и большинство, которые эта элита эксплуатирует. Отличие только в осознании своей свободы у эксплуатируемых. Как говорится, лучше раб тот, кто думает, что он свободный. Я хочу донести, что нет никакой смены общественной формации. Есть только смена осознания своей свободы. Из рабов крестьянина, закрепощенного или на аренде, и из крестьянина в должника, преимущественно ипотечного. А чем же отличается социализм? А вот социализм или его высшее проявление, коммунизм, это нечто несбыточное, утопия. Общество, в котором все будут равны, в котором учитель будет учить детей тех, кто изготавливает ему одежду, мебель, еду, место для жизни. Это общество, где нет денег, где все, что тебе необходимо, ты можешь взять, просто протянув руку. Где каждый будет занят по своим возможностям, и каждому будет воздано по его потребностям. В таком обществе не может быть зависти, чувства превосходства, жажды власти, несправедливости. И как следствие, не может быть никакой формы правительства. Там нет элиты, там нет богатых, там нет бедных, там все равны. Приведите, пожалуйста, мне пример, хотя бы одного такого общества в истории существовавшего. Согласитесь, данная общественная формация кардинально отличается и не имеет ничего общего с тремя указанными высшими этапами развития общества. Мог ли СССР стать таким государством? Ответ очевиден – нет. СССР, как и любое государство, образовавшееся после пламени революции, было создано руками молодых людей, революционеров, чьи умы и сердца были полностью охвачены коммунистическими идеями. Они умирали за них и мечтали о справедливом и равноправном коммунистическом будущем. Однако с годами каждый из этих ярых революционеров занял свое место в вертикали власти, получил влияние, оброс связями и имуществом, женами и детьми, зажирел. И в итоге они превращаются в людей, которым уже тяжело это терять, которые хотят уже остаться в этом комфорте, в этом круге в своем. Им хочется жить хорошо, им хочется управлять людьми, им хочется получать лавры победителей революции, им хочется быть известными и знаменитыми. И тут у нас появляется расслоение. То есть, если раньше мы все боролись за равноправие, оказывается, теперь кто-то ровнее, кто-то не настолько ровно. Можно провести четкую параллель с Великой Французской революцией, где революционеры, изгнавшие аристократию из страны, провозгласили лозунг «Свобода, равенство, братство». Граждане, король необычный человек. Он тиран и узурпатор прав обычных людей. Король должен или править, или умереть. Впоследствии, спустя некоторое время, вдруг Франция опять становится монархией. Вот это удивительно. У нас буквально 10 лет назад произошла такая кровавая революция, там был террор якобинский. Мы уничтожали полностью дворянскую аристократию до того, что люди из своих имен убирали приставку «Д». То есть, что «Д» — это значит принадлежность к дворянской элите. То есть, люди просто убирали эти приставки, чтобы лишний раз не провоцировать разъяренных граждан. И тут вдруг, в начале XIX века, Наполеона провозглашает императором. И мы можем заметить, что лозунг революции в этот момент изменился. Лозунг революции теперь стал не «Свобода, равенство и братство», а «Свобода, равенство и собственность». Приватизировав дворянское имущество, замки, дворцы, землю, захватив монополию на торговлю в разных областях, сами стали аристократией, привели к власти императора. Как не вспомнить невероятный пример, когда бывший революционер из подвижник Наполеона Жан Бернадот стал королем Швеции, Карлом XIV Юханом. По легенде, когда он умер, и придворные омывали его тело перед похоронами, на груди у него с удивлением обнаружили татуировку «Смерть королям». Так же и в СССР бывшие революционеры стали новой элитой, стали жить, хоть и скрыто, как господа и буржуи в Российской империи, вершить судьбы, карать и миловать, эксплуатировать. То есть, таким образом, уже сама элита у нас начинает постепенно, уже начиная с 30-х, 40-х годов, она начинает подгнивать. Все, что было нажито таким непосильным трудом, не могло раствориться в небытии. По закону жанра, все это нужно было передать своим детям. В результате и появилась так называемая «золотая советская молодежь», куда невозможно было попасть простым смертным. Они женились друг на друге, занимали ключевые посты в государстве, становились новой элитой. В отличие от своих родителей, молодое поколение не хотело жить скрыто. Они хотели почестей, лавров и прочих благ, которые получали западные миллионеры. Именно поэтому они поддержали Беловежские соглашения, и никто из них не выступил против. Все они хотели власти, собственности и почестей, как у настоящих западных капиталистов. СССР уничтожили дети тех, кто его и создал. Каждый из них понимал, будучи директором какого-то заводика, будучи директором какого-то направления, либо какой-то отрасли, что как только вся эта система падет, все это достанется мне. Что, собственно, и произошло. Действия Горбачева, действия Гельцина, это все следствие выражения мыслей самих элит. То есть они сами все этого хотели. Таким образом, нет никаких смен общественных формаций. Все эти формации – это все образы одного и того же политического строя, где для большинства населения формируется иллюзия свободы. СССР не был страной-первопроходцем к светлому социалистическому будущему. Это было тоже капиталистическое государство, имитирующее стремление к социализму. Но поскольку данное стремление невозможно перенести на следующие поколения, оно закономерно было остановлено. В принципе, невозможно существование такого общества социалистического либо коммунистического общества, которое нам рисуют современные коммунисты, которые нам рисовали Маркс с Лениным, что коммунизм либо социализм – это просто неизбыточная мечта. И прежде всего, неизбыточная она. Я хочу, чтобы вы понимали, я не против социализма. Я искренне разделяю их идеи, и я считаю, что это действительно было бы хорошим обществом. Но поскольку люди, каждый человек индивидуален, и поскольку люди не смогут уничтожить свои чувства, свои эмоции, зависть, желание власти, жажду власти, желание обладать другим, желание получать лавры и прочее, они никуда не уйдут. То есть все эти эмоции, все эти желания, они также будут присущи, и они в итоге развалят это государство. Такая система невозможна в человеческом обществе. Как бы это ни звучало грубо, но СССР разрушили не какие-то спецоперации западных спецслужб, СССР разрушили самые низменные человеческие чувства – зависть, жажда власти, жажда наживы, эгоизм и другие. Крах СССР был закономерен. Самый главный крах был вот здесь, в головах людей, самый главный крах был. Потому что дети революционеров не хотели жить так же, как их отцы. Да, у них было все, но чувства, чувства вот эти алочные, самые низкие чувства у человека, они никуда не деваются. Поэтому, друзья, развал Советского Союза был неизбежен. Не стоит из-за этого сокрушаться, не стоит думать о том, что что бы было, если Советский Союз бы не развалился, придет ли новый Советский Союз, не придет, ничего подобного не будет. А даже если где-то опять образуется такое государство, будьте уверены, не пройдет и 70 лет, как дети тех, кто организовал это государство, его уничтожат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!